Здравствуйте! В эфире экономическое обозрение. В еженедельной программе мы анализируем новости и события из экономической жизни страны и региона. Сегодня в центре нашего внимания оказались следующие темы. Рабочая группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей несла предложение в проекты декрета о развитии предпринимательства. В Беларуси продолжается прием заявок на участие в национальном конкурсе «Предприниматель года». Коммерческие банки теперь вправе не требовать справки о доходах для выдачи кредитов. И напоследок цены на продукты на гомельском центральном рынке. А теперь обо всем подробнее. Рабочая группа по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей несла предложение в проекты декрета о развитии предпринимательства. Предлагается уточнить редакцию некоторых пунктов, чтобы сделать их понятнее. Например, конкретизировать определение торговый объект в плане разделения обязанностей собственника и арендатора. Кроме того, индивидуальные предприниматели считают необходимым уточнить норму о моратории на повышение налогов, а также внести норму об отмене обязанностей по обеспечению сбора, обезвреживания и использовании отходов товаров для индивидуальных предпринимателей, которые ввозят товары в упаковки для розничной торговли и являются плательщиками единого налога. Свои пакетные предложения внесло объединение перспектива. Они касаются указа о некоторых мерах по созданию условий для развития торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. В частности, предлагается изложить в однозначной редакции перечень налогов, от уплаты которых данный документ в случае принятия освободит индивидуальных предпринимателей и микропредприятия в средних, малых городах и сельской местности. Кроме того, индивидуальные предприниматели подняли ряд проблемных вопросов, касающихся ведения бизнеса, в частности арендных отношений. Поэтому следующее заседание рабочей группы решено посвятить этой теме. К другим новостям. В Беларуси продолжается прием заявок на участие в национальном конкурсе «Предприниматель года». По сравнению с прошлым годом правила немного изменились. Например, продлен срок приема заявок. Их можно подавать в местные исполнительные органы до 1 июня. В конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства. То есть это предприятия с численностью до 100 человек и от 101 до 250 человек. Кроме того, и это новшество с этого года, в конкурсе могут участвовать также и крупные предприятия. Что касается последних, то это должны быть те предприятия, которые выросли в крупные. То есть создали себя сами, прошли этапы малого и среднего бизнеса. И это будет отслеживаться. В этом году состязание будет проводиться в четырех номинациях. Успешный старт, стабильный успех, эффективный бизнес в сфере производства, эффективный бизнес в сфере услуг. По каждой из номинаций есть определенные требования, предъявляемые для предприятий, которые изъявят желание участвовать в той или иной номинации. Так, например, если в номинации «Успешный старт», то здесь мы смотрим предприятия, которые с момента создания, на момент подачи заявки, не прошло не более трех лет. То есть это предприятия от двух до трех лет. Предприятия «В стабильный успех» – это те предприятия, которые могут участвовать, которые уже работают и действуют не менее пяти лет. В номинации «Успешный в сфере производства» и «Успешный в сфере услуг предприниматель» это предприятиям, как минимум, должны не менее трех лет работать и осуществлять свою деятельность. Новое требование, которое ранее не предъявлялось к участникам конкурса – это отсутствие убытков. Кроме того, не должно быть долгов перед республиканским и местным бюджетами, и внебюджетными фондами. Те предприятия, которые изъявят желание участвовать, на данных предприятиях не должны были быть какие-то случаи, связанные со смертью или получением увечья работников по виде нанимателей. А также на субъектах предпринимательства не предъявляясь какие-то штрафные санкции в сумме больше 250 базовых величин. Согласно новым правилам, в состав областных организационных комитетов конкурса, которые не менее чем наполовину должны состоять из предпринимателей и представителей их общественных объединений, войдут представители Министерства экономики. Кроме того, Минэкономики наделяется правом возвращать в областполкомы документы участников, если они не соответствуют требованиям положения о порядке подготовки и проведения конкурса. В прошлом году его победителями стали пять представителей нашего региона. Это Туровский молочный комбинат, медицинский центр Белсона, общество Ваховяк Плюс, партнер ИК и IT Support Me. Напомню, что участие в конкурсе бесплатное. За победу предусмотрено вознаграждение в размере 50 базовых величин. На сегодняшний день это 1150 рублей. Продолжаем выпуск. Коммерческие банки теперь вправе не требовать справки о доходах для выдачи кредитов. Они могут самостоятельно определять подходы к оценке кредитоспособности людей, в том числе при определении перечня сопутствующих документов, предоставляемых заявителем. Напомню, Нацбанк с начала мая отменил принятое три года назад постановление, по которому банки были обязаны требовать от клиентов справки о доходах при выдаче кредитов. Комментируя это решение, в Нацбанке отметили, что постановление 2014 года было лишь временным правовым актом. Сейчас же нужны более гибкие подходы к оценке кредитоспособности граждан. Тем более, что людям стали доступны дистанционные каналы банковского обслуживания. На принятые регулятором изменения коммерческие банки отреагировали довольно быстро. Так, большинство из них уже готовы предложить клиентам быстрые кредиты. Эксперты полагают, что теперь белорусы начнут охотнее совершать крупные покупки. Так, некоторые банки готовы предоставлять кредит без справки о доходах, указывая в заявление на выдачу кредита о размер доходов со слов заявителя. Другие предлагают клиентам кредиты без справок о доходах при покупке товара в магазинах, с которыми у банка заключены соглашения о партнерстве. Кстати, роста проблемных долгов банки не ждут. В банковских кругах полагают, что ослабление со стороны Нацбанка требований к оценке кредитоспособности граждан не приведет к росту проблемной задолженности. Согласно банковской статистике, за последние три года проблемная задолженность граждан выросла менее чем вдвое, тогда как на предприятиях и в организации в среднем в 10 раз. И хуже всего положение дел в госсекторе. Кроме того, отмечают представители банковского сообщества, с тех пор, как в Беларуси начал работать созданный Нацбанком реестр кредитных историй, белорусские кредитополучатели стали более ответственно подходить к исполнению своих финансовых обязательств. Они понимают, что добросовестное погашение уже взятого кредита и хорошая кредитная история – это залог того, что в будущем заемщик сможет рассчитывать на новые кредиты. Финансовые эксперты и аналитики отмечают, что облегчение условий для выдачи кредитов приведет к росту потребительского кредитования. Эксперты обращают внимание, что речь идет в основном о совершении крупных покупок – бытовой техники, электроники и т.д. Решении личных вопросов в сфере здравоохранения, кредитовании учебы, отдыха и других нужд. Лимиты потребительского кредитования без правок о доходах, которые устанавливают банки, не позволят использовать такие заемные средства для покупки авто или недвижимости. Таким образом, в экономике произойдет лишь незначительный рост внутреннего спроса. Его влияние на инфляцию будет минимальным. В данной связи эксперты подчеркивают также, что на сегодняшний день граждане не располагают с значительными финансовыми ресурсами. Происходит падение реальных доходов. Это заставит физлиц быть более осмотрительными в своих отношениях с банковскими структурами. Итак, мы снова на центральном рынке. Помидоры стоят от 5 до 10 рублей, баклажаны от 5,5 до 7, перец по 7,8, капуста по 2,53, чеснок по 10 рублей, кучок зеленого лука, укропа, петрушки 50 копеек, кинзы рубль, руколы, салаты и мяты 2. Сливы стоят до 10 рублей, клубника до 20, яблоки от рубля 40 копеек до 2, груши, лимоны, мандарины и апельсины в среднем по 4 рубля, виноград от 5 до 7,5. Цвиная вырезка стоит 11 рублей, шея от 10 до 11, тазобедренная часть 9,5 рублей, окорок 8,50, грудинка от 7 до 9 рублей, ребра от 5,5 до 7,5, разруб от 5 до 6,50. Цыпленок стоит от 3,45 до 3,80, филе от 6 рублей, 90 копеек до 7,30, грудка и бедро около 5,5 рублей, болень 4,50, крыло от 4 до 4,30, печень 3,65, 3,75, сердце 6 рублей, желудок 3,30, шеи рубль 60, куриный фарш 3,5 рубля, рублены 5,30. На этом у меня все. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин